Итак, мы продолжаем общий массаж спины от глажда ягодиц. Вторая часть. Проходим все приемы сразу, чтобы вам было легче это все запомнить и потом повторить. Перейшли к зоне ягодицы-поясницы. Спустились вибрационного скобчика, раздвинули пальцы, показываю сразу дальше, запоминайте, и между ними у нас пройдут социстые отростки. Мы их еще раз провибрируем, раскачиваем влево-право, вот все тело, видите, раскачиваем. В этот момент тоже можно кое-где услышать чик-чик, как они мобилизировались и встали на место. После этого мы переходим к трапециевидной квадрата мышцы, это вот от подлышей кости до нижних плавающих ребер. Вот такой примерно квадратик, поэтому она так и называется. Тоже бывает часто спазмирована, укорочена, мы ее поэтому раздвигаем. Для движения используем метод нож входит в масло, то есть от всех мизинцев по руке все предплечье работает, расширяется, расширяется, расширяется и локтем тоже проходимся по вот этому расстоянию. Еще раз повторяю вот здесь, поскольку у нас воздушно-кость на самом деле выше, я уже говорю, что скелет какой-то непонятный ребенка, что ли, ракита какого-то, воздушно-кость идет выше, вот сюда. Поэтому нам надо пройтись от крестца немножко по диагонали, туда по 45 градусов, чтобы косточками задело по косточке. Мы не задеваем ни по позвоночнику, ни по крестцу, не по позвоночной кости, а просто проходим сильно, раздвигая квадратные мышцы. Вот видите, вот туда. Делаем не сильно, потому что удар локтя тоже бывает очень сильно, тут почки рядом находятся. Делаем плавно этот прием, так называется, вот ножку. Видите, разрезает ножку от масла. Нож одной рукой можно двумя руками. Ушла на плечо, разминаем трапецию. А этот локоть продолжает работать и делает концентрические круги, видите, по всем трем группам ягодичных мышц, заканчивая на косточке. В этот момент вторая рука приподняла трапецию и встала на костяшке пальцев. Мы сейчас пройдем вибрационно вот так вот, еще раз выскачиваем позвоночник. А этот локоть будет параллельно рисовать продольные линии. Раз, два, три, ну сколько получится, может быть, четыре даже. Еще раз повторяю, все вместе. Держиме сложное. У кого не получается одновременно работать с двумя руками, работайте по одной руке. Кольца теперь продольно. Опять же, спустили лимфу и обоими предплечьями захватом всю ягодицу и быстро энергично ее вот так вот промяли. Далее ставим локоть на подвздошную кость и будем ее подвигать методом подбития вот такого. То есть в нее прям раз. Мы стараемся ее отодвинуть, чтобы сочинение L5-S1 раскрепостилось, разжалось. То есть, еще раз повторяю, от этого сочинения L5-S1 все, что выше, мы тянем вверх. Все, что ниже, тянем вниз. Вот туда. И переход, перешли уже к локтевым техникам, дамы и господа. Далее мы будем идти по позвоночнику, вернее, не касаясь частицных отростков, а только отодвигая пороженебральную мышцу вверх и разбивая реберно-позвоночные сочинения. То есть, вот это место, где плавающие реберы, мы как бы пропускаем, ну там легонечко и так далее. А вот тут можно уже усилить свое воздействие до такой степени, что прям локтевым можно вот туда, в них прям отбивать. В этом и заключается специально запатентованная техника мануального массажа. Она авторская. Очень многие приемы придуманы автором Олегом Аллафом Гуденом. Вы их нигде не найдете и это уникальные приемы, которые вы сможете понять и впитать в себя только присутствием здесь на тренинг. По-видимому, по видео вы ничего не научитесь. Сколько не смотри, но пока не попробуешь, не получится. А здесь мы вам поставим руки. Вот видите, я дошел до этого места, да, и начинаю вот туда, с такими легкими ударами. Видите, головой подкачиваю, как маятником, да, спирлевидное движение, я вот туда их раздвигаю. То есть, не в лопатку и удаляю, да, больно немножко будет, да. А вот именно посередине получается. Спирлевидное движение идет снизу вверх. То есть, когда локус проходит кружок возле позвоночника, он движется вверх. Возвоночник он вверх, возвоночник он вверх, возвоночник он вверх. Поэтому, не думайте, как там по часовой стрелке или не по часовой, или просто часовой, да. Главное, чтобы вдоль позвоночника он вверх шел. Еще раз показу. Вот. Потом можно по всей спине пройтись более плоской частью. Вы можете маневрировать, соответственно, либо уголком идете, локтя, да, либо вот этой плоскостью будет помягче, либо вообще вот этим треугольничком, да, получается. Вы можете делать любую, любую, любым локтем. Мне привычно вот этим, потому что по эргономике мы этим закончили локтем. И следующий прием рубан, у нас тоже будет этим локтем. Но, если желаете, можно сделать любую восьмерку и пройти под положим локтем. Так, после этого мы, рука превращается в рубанок, работает все предплечье. Растираем быстро, энергично вместе с ягодицей, все его тело. Тоже, примерно раз, два, три, четыре, проход у нас получилось, да. Рубанок разворачивается, отодвигаем ягодицу. Теперь уже работаем с большими массами тела. Квадратную мышцу, широчайшую мышцу спины, вот здесь даже немножко, не поднимая. Раздвигаем ее и трапецию уводим в сторону от позвоночника к лопатке быстрыми, энергичными движениями. Захватить свой рубанок можете, как хотите. Может, на самом деле, рубанок, да, за палец, может, за полак взяться, может, так взяться. Тут ваш захват, в общем-то, неважно. Переходим на поперечное растирание теперь всей вот этой зоны, начиная с шеи. Наши руки ходят параллельно, не касаясь этих отростков. Можно с подкручиванием вот таким. Далее растягиваем, будем запускать, ставить лодочки вот такие, да. Где позвонки идут, ой, ребра идут, да, мы стараемся в них внедриться и раздвинуть, внедриться и раздвинуть, такое короткое движение. А где плавающие ребра и вот квадратные мышцы, да, мы просто внедрились, растянули и подержали немножко. На растяжении, релизинг называется. Дошли до ребера, теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, сколько получится. Ребра считать не нужно в этом случае. Представьте себе, что вот этот причал, да, возле него мы поставили на причал яхты, готовые к старту. Раздремел, прогремел выстрел пистолета стартового. И пошли яхты. Мощно раздвигая, да, с волнами, да, своими, позвоночник. То есть, тут я внедряюсь сначала, да, поставил локоть в этом жестко, да, и потом раздвинул локтями. Раз, два, три и четыре уши, дополнительно. То есть, получается опять раз, два, три, четыре прохода, потом три прохода, потом два прохода. Раз, два, три, раз, два, один проход. Когда делаем один проход, смысл в том, что мы закрепили локоть на КСЦ и раздвигаем, декомпрессируя весь позвоночник вверх. Опять же, локтями не ведем по систематроскам, а ведем вот здесь, по мясу. Теперь еще один такой же проход, только мы будем растрясать позвоночник. Руки движутся в противофазе, ну, практически одна на месте движется, да, а вторая шире, 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 и мы всем корпусом пытаемся туда его декомпрессировать. И последний проход, предупреждаем клиента, что надо выдохнуть, потому что будет достаточно жестко, длинный процежный выдох. И даем теперь всем корпусом в него, вот, вот руку. Вот, хусть, 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 хусть. Слышно было на камере или? Нет, я не знаю, слышно. Но здесь вот буквально вот отсюда, вот отсюда вот все это прошустило. О, да, видно, как правило, сразу, ооо, хорошо. У них был этот долгий спазм, с которым они могут ходить с месяцами даже, в двух раз, и отпустило. Так, раздвинули, да, и соответственно там, где мы закончили, там продолжался следующий прием. Пока эта рука мягко поднимает трапециевидную мышцу, да, эта рука вибрацией ее догоняет вторую руку. Захватили валик, да, трапециевидную мышцу, да, и отдельно ее проработали. Переходим к плечу, поднимаем его вверх. Передний пучок длинтовидных мышц, средний, промяли вот так, где они крепятся к косточке, да. Грудную мышцу можно вот так и размять, и потом, опуская локоть, разминаем трапециевидную. Соответственно, трапециевидная мышца у нас крепится вот отсюда и вот отсюда. Они идут вот таким вот наклоном, под такими углами к лопатке, да. Эту рукой мы маневрируем плечом. Надо с этой стороны проработать. С этой стороны плеча сюда. Надо поработать выше, ну, здесь, да, подняли выше. Надо раскрыть лопатку, опустили вниз ее. Лопатка открывается. И сначала продольно вдоль мышц, а потом поперечно. Быстро-быстро их локально растерли. Размяли основание ладони. Поставили на локоть мягко, только не сильно, да. Вот так. Не отрываем руку, а мягко приподняли, поставили. И опять раздвигаем трапециевидную мышцу. Вторым проходом лопатку задвигаем. Уходим вот сюда. Поднимаем несколько раз трапецию. Вот это косточки пальца. Какого угодно, конечно, можно делать. Можно ладонью, да. Но, как правило, мизинцы, они слабее, по-разному большого пальца. Поэтому вот этим большим мягким валиком мы ее приподняли несколько раз. И установили руки на точке. Первая точка там, где ямочка находится. Акремиальная отростка. Вторая посередине. Третья на уголке лопатки. По уголку лопатки проходимся. И несколько точек прожали еще вдоль самой лопатки. Прожимаем мы металл шрацу. Вот так вот. Внедряясь туда и увенчиваясь. Но если не можете увенчиваться, то хотя бы вибрация. Точки от нервозности. Да. Ну, очень много контурных точек. Поэтому у нас точкам посвящена отдельная программа. В этот тренинг она не входит. Если кому интересно, поподробнее можете посмотреть наши другие видео. А здесь мы без всякой китайщины, без вот этих вот терминов излишних, да, просто понимаем осмысленность наших процедур. После этого опустили руку и целиком размяли всю лопатку. Практически массаж вот этой части спины закончен. Нам нужно только увести кровь и лимфу в подручную впадину. вот туда, к груди, в паховую зону. Дополнительно можно размять. Теперь просто снизу вверх. Немножко опускаю кровь. Потому что мы все время гнали вверх. И пальцами раздвигаем ребра с такой вибрацией. Снимаем нежреберную нежалгию. И каждый участок наш отработанный мы заканчиваем всеми видами постукивания, прохлопывания, вибрации и встряска. Опять же, пропускаем вот эту зону, да, не стучим по не сильно. А вот здесь может посильнее. Как мы стучим? Ну, во-первых, можно просто кулак плотно зажать. Будет удар достаточно мощный. Второй стук. Раскрыли ладошку кулака и, как бы, такой хлесткий получается. Ну, есть еще пальчиковый дождик. Ну, в данном случае он должен быть сладенький для него. Прохлопали. И полностью согревая и запустая кровь в селе человека. Хлопок одно на двое не идет. Плотно, да, прижалились. И, когда делаем вот так вот ладошку, чтобы не было у вас воздуха, даже вот здесь не проходило, да, получается такой эффект вакуума. Все, растрясли и провибрировали. Вибрация этого плотно захватили руку, рукой мышцы, вернее, и протянули ее. Все. Дали понять, что с этой зоной мы закончили. Далее мы переходим к другой половинке тела. Также ее доводим до такого же состояния красного здорового румянца, да. И переходим к трапециевидной мышце шеи и голове. Ну, об этом я вам расскажу в третьем сете. Шея 3. Через три. Полисканье Costco